МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Луиза, у меня сейчас такое ощущение, что снова Новый год. Все ходят счастливые, довольные. Торговые центры переполнены, а мужчины суетятся. Это просто красота. Это все потому, что на кону 8 марта. Праздник любви, женственности. И мы, женщины, с нетерпением готовы ждать подарков. Мы уже готовы их принимать. Ну что, дорогие женщины, от всей команды передачи «Город женщин» мы вас поздравляем с международным женским днем. И сегодня в студии мы, я, Серглана Амосова. И я, Луиза Спиридонова. Сегодня у нас в студии будут самые разные женщины. И первой гостью я хочу пригласить Татьяну Архипову, начальника контрольно-интерпрационной партии цех капитального ремонта скважин и промыслово-геофизических исследований компании «Пауэтех». Татьяна, здравствуйте. С наступающим вас 8 марта. Спасибо, вас также. Вот я сейчас, признаюсь честно, сказала, кем вы работаете. И половину я не поняла. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь. Я занимаюсь обработкой скважинных данных, которые получаются специальными приборами. И для контроля разработки месторождения. То есть, ну, сколько добывается, как там, все ли нормально, согласно ли режиму разработки месторождения. Смотрите, по профессии вы геофизик, да? Да. Профессия не самая женская. Как вы вообще пришли в профессию? Ну, выбор не сказать, что прям был такой осознанный. Мы в школе ходили на факультативные занятия, на геолого-разведочный факультет. И там нас познакомили с геологией, и это послужило выбором профессии. А где вы учились? В Якутский государственный университет. А вот сейчас, да, вот скоро школьники будут сдавать экзамены, да? Они сейчас определяются уже с выбором будущей профессии. И какой вы совет бы дали, да, тем, кто собирается именно выбрать вашу профессию? Ну, не надо бояться экзаменов в ЕГЭ, потому что мы тоже проходили через ЕГЭ. И нужно выбирать ту профессию, которую, чтобы потом любить ее. Не нужно выбирать такую, которую, ну, нелюбимая работа, чтобы не было такого. А вот на топливном предприятии, да, как работают вообще женщины? Работается хорошо. Ну, в основном я работаю в офисе. Конечно, бывали, вот, когда жили в Козелцыре, выезды на скважины. Вот, да, основное время в офисе, обработка интерпретации. Получается, раньше вы, вот, сказали, что работали в Козелцыре, вы там жили? Мы жили, да. Мы всей семьей туда переехали, работали. И потом, так сказать, заслуги перед Отечеством перевели в Якутск. А у вас большой коллектив? Сколько народу у вас работает? Коллектив в ИТЭКе вообще большой, конечно. А сколько женщин среди них? Женщин именно вот таких производственных профессий немного. Ну, может, человек 20-30. Ну, вот, на работе, да, вот мы узнали о вашей работе. А какая у вас в жизни? Чем вы любите заниматься? Отдыхать. Играю в теннис. Ну, не сказать, что прям постоянно так, когда соревнования происходят. С детьми катаемся на катке, в бассейн ходим. При необходимости шью костюмы детям. Где-то здесь, по-моему, фотография была холода и себе, я шила сама. Вот я вижу, у вас такие вот не только работа, но еще и какие-то корпоративные мероприятия. Да, вы в них активно участвуете? Активно, да, стараюсь почти во всех участвовать по возможности. А какие бывают мероприятия? Были вот, это, например, фотографии стрельба выездная была. Был еще тимбилдинг, ну, это в Казылсире администрация. Соревнования по теннису, вот первое место. Плюс культурно-массовые мероприятия, 8 марта, выезды, там, шашлыки, рыбалки и все вот такое. То есть руководство уделяет большое внимание культурно-массовому. Ну вот, смотрите, вы работали в Казылсире. Вот прямо на месторождении было. Прямо на месторождении. Да, вот расскажите просто обычным людям, да, которые далеки от всего этого, как это все устроено, как это все работает, ну, и как вы узнаете, что именно там оно и есть? Ну, именно то, что поиск к нефти и газу, это отдельная отрасль, а вот именно сейчас производство, которое уже есть там, находится скважина на месторождении, с них идет добыча, по трубам все это через завод, там отбивается все лишнее, и потом газ уже с Казылсыра по трубопроводу идет в Якутск. И, соответственно, это наши газовые плитки, свет, отопление, все это вот благодаря этому. А что самое классное в вашей работе? Что вас прямо вдохновляет каждое утро просыпаться и с удовольствием идти на работу? Ну, работа очень интересная, это изучение вот всего. Не только вот как структура месторождения, физические свойства. То есть мне очень интересна моя профессия. Есть всегда профессиональный рост, всегда есть какие-то новые знания. А как вот у вас в коллективе принято отмечать 8 марта? Чаепитие. Тортики, цветочки. Ну вот, у нас скоро 8 марта, мы все женщины, мы любим там красоту, наводить красоту. А вот какие у вас секреты именно ухода за собой? Ну, самое главное это высыпаться. И не надо краситься там прямо с раннего возраста. Лучше это отложить на некоторое время. Вот как бы так. А какие планы на 8 марта у вас? Семейный отдых с детьми. Хорошо. Ну вот сейчас, пользуясь случаем, вы можете поздравить вашу прекрасную половину коллектива с наступающим праздником. Дорогие коллеги, поздравляю вас с наступающими праздниками, желая всего самого наилучшего, цветов, подарков. Ну, Татьяна, и вам мы желаем цветов, подарков, внимания, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы были в гармонии. Большое спасибо, что вы сегодня рассказали о своей профессии. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. А сейчас уже по традиции моя Луиза Спиридонова расскажет в своей рубрике о всех лайфхаках, фишках в сфере недвижимости. Сегодня я расскажу вам о том, какие существуют мифы в народе, да, именно о переезде и жилье в Москве. Потому что я знаю, что многие наши жители боятся переезжать, но очень об этом мечтают. И чтобы раскрыть эту тему получше, я пригласила свою коллегу, партнера по бизнесу, который сейчас как раз проживает в Москве, Яковлеву Марину Николаевну. Привет. Марина, здравствуй. Привет, девочки. Как ты красиво выглядишь прям. Спасибо. Марина, давай с тобой вместе разберемся, почему же люди у нас очень хотят переехать в столицу, да, но все-таки боятся. По статистике, оказывается, каждый четвертый россиянин хочет переехать в столицу, но не все это делают, да. Давай разберем, какие у нас существуют мифы. Я так думаю, что первый миф это о том, что в Москве практически невозможно найти работу приезжим людям. Что ты об этом думаешь? Ну, я считаю то, что Москва это город возможностей, и туда, наоборот, люди со всех регионов едут именно зарабатывать деньги, развивать свой бизнес. И даже если смотреть на наши якутские компании, которые там уже перебазировались, они добиваются там еще больших успехов. Лучшие мастера по маникюру, ресницам, это якутские мастера, лучшие продажники, самые закаленные люди. Ну, то есть в Москве продажник, классный специалист, может, конечно, найти хорошую работу с достойной зарплатой. Ну, да. Поэтому я считаю то, что это миф. Ну, а также в Москве много якутских компаний, да? Да, да. И тем более наша компания даже, мы всегда рады будем в Москве взять на работу именно наших земляков. Мы сейчас работаем в Москве, у нас своя команда тоже уже есть сформированная. И те люди, которые вот именно переехали из Якутска в Москву, даже обращаются к нам по части работы. Так, хорошо. Ну, значит, в Москве можно найти работу. С этим мифом мы разобрались, да? А следующий миф. Вот ты сказала, что в Москву переезжают работать. Также существует миф, что семьи с детьми, вот им там некомфортно. Что делать людям с несколькими детьми? Стоит вообще переезжать в столицу или... Или там города такой бешеный, что им этого не стоит делать? Ну, я считаю, что если у человека есть семья, он наоборот должен уже задумываться о будущем своих детей. Потому что в Москве считаются вот именно лучшие детские садики, лучшие школы, университеты. Все для развития, для досуга детей там развито намного лучше, чем в регионах. И там есть множество парков, где можно гулять с детишками. И даже если говорят, что экология там намного хуже, ну, есть для этого, например, Московская область, где намного лучше экология. Сейчас очень популярен район, именно вот северо-запад, да, север. И там вполне доступное жилье сейчас. По сравнению, если брать вот именно в центр Москвы. Хорошо. Смотри, я думаю, третий миф самый распространенный, да. Все жители, наверное, считают, что Москва не резиновая. Там все уже перенаселено. В центре пробки, вот это вот все, да. А за МКАДом как бы жизни нет. Такая просто, ну, вроде, шутка. Как ты думаешь, так оно нет? Ну, тут люди тоже должны выбирать, им нужна именно вот вся движуха вот эта московская, либо более размеренный образ жизни. Потому что в Московской области там действительно очень много парков, зелени. И сейчас, если застройщики, они строят целые комплексы, они обязательно учитывают, чтобы рядом была школа в этом же комплексе, детский садик, парки. Ну, то есть, если человек переезжает туда, он, в принципе, может в своей локации в Московской области и работать, и жить, и не тратить время на московские пробки. И тем более, сейчас в Москву еще дальше расширяют, есть новая Москва, все знают, да. И там цены вообще, конечно, очень даже привлекательные. Можно, например, в новой Москве за 6 миллионов даже меньше найти однокомнительную квартиру. А если в Московской области, почитать, ну, там даже есть студии, которые вот именно в домах, которые вводятся в этом году, от 3,5 миллионов. 3,5 миллиона? Да, да. А, ничего себе, это же как якутские цены. Да, поэтому я считаю, что в Москве можно найти на любой кошелек, на любой вкус именно недвижимость подходящую. А знаете, какой я знаю, миф, да? Давай-ка. То, что в Москве можно очень легко, ну, как говорится, наткнуться на мошенников. Да. Да, конечно, в Москве в том числе и мошенники едут зарабатывать деньги. Поэтому, конечно, надо остерегаться и идти в проверенные только компании. Именно поэтому мы в прошлом году решили то, что мне стоит переехать в Москву и своим уже землякам будем помогать, уже помогаем. Мы напрямую работаем от застройщиков. Ну, то есть человек, если обращается к нам, он получает все предложения, которые есть в Москве и в Московской области. И также на вторичном рынке. А вот мне интересно, да, вот уже со стороны, знаете, вот ты девочка из Якутска, да, хочешь строить бизнес в Москве. Да, сложно ли это? Что ты чувствуешь? На самом деле нет ничего сложного. Когда люди говорят, что открывают бизнес в Москве, все думают, что это такой уровень, очень супер уровень, да. На самом деле можно просто рассматривать это как маленький якутск, но немножко там побольше таких якутсков. То есть у тебя, соответственно, больше клиентов становится. На маркетинг, конечно, больше затрат будет. Ну, то есть все на x10 можно умножить и клиентов, и затраты, и прибыль в том числе. Поэтому, наоборот, Москва это город возможностей. И даже если говорят, что в Москве уже переизбыток всего, да, но почему-то я, например, еду, вот когда в Якутск, я обязательно сюда хожу на маникюр, на ресницы. Потому что тут лучшие мастера работают. В Москве, наверное, выбор слишком огромный. Очень много, но там качественных, именно хороших, очень мало. Так, девочки, если вы умеете наращивать ресницы, делать бровки, реснички, то Москва открыта для вас. Нет, это действительно для начинающих предпринимателей, там, по-моему, рай. И хорошо тем, что вот мы ограниченное население, да, количество населения, а там уже город миллионек и гораздо больше возможностей, да. Тем более, сейчас, например, можно работать онлайн, на удаленке. Мне кажется, именно с работой не должно быть проблем сейчас. Так, ну смотри, вот мы переходим к следующему мифу. Все, наверное, знаете, что в Москве жить очень дорого. Там дорогая жизнь, одежда, продукты. Так ли это? Как я уже сказала, в Москве все есть на любой кошелек и вкус. Есть множество супермаркетов, там постоянно какие-то акции, скидки, распродажи, им нужны клиенты. Соответственно, на продукты, на овощи, фрукты намного дешевле выходят расходы. И даже если брать овощи, фрукты, то, конечно, там свежие, да. Не то, что у нас. У нас очень дорогие, на самом деле, цены. Когда я говорю москвичам о наших якутских ценах, они просто ужасаются. Они не верят, почему, спрашивают. Ну, в Москве по части продуктов именно затрат намного дешевле выходит. Хорошо. Как ты думаешь, за сколько в месяц человек может прожить? С какой зарплатой человек может комфортно прожить в Москве? Если не считать аренду жилья, то от 30 тысяч нормально можно там проживать. Если это, конечно, не ходить каждый день по ресторанам, да. А если человек живет на широкую ногу, то, конечно, намного больше, там более 100 уже пойдет. Хорошо. И последний миф, который мы сегодня будем развивать, это цены на недвижимость. Все считают, что жить в Москве, переехать, да, наш рынок недвижимости, если они будут здесь продавать квартиру, переезжать в Москву, то им там вообще ни на что не хватит. Так ли это? Ну, в Москве самое дорогое жилье в России. В Москве, да. А вот в Московской области, вот в Новой Москве, там вполне очень даже доступные цены. Там можно даже сказать якутские цены. Потому что, если, например, человек не привязан к какой-то локации, да, именно к центру Москвы, то он, в принципе, даже вот от 2,5 миллионов может найти маленькую студию в Московской области. Конечно, это будет немножко далеко, но, например, я люблю сейчас почему-то район вот Одинцова, в сторону вот Красногорска, да, потому что с Одинцова до Кутузовского проспекта ехать 20 минут, если пробок нет. И там цены, ну, можно сказать, в полтора раза точно дешевле, чем в Москве. И поэтому сейчас очень много акционных продолжений от застройщиков есть, поэтому я думаю, что на любой кошелек можно найти недвижимость. Отлично. Смотри, Марина, у нас сегодня передача посвящена 8 марта. И хотелось бы, конечно, узнать, как ты планируешь отпраздновать этот праздник в Москве или где-то? Да, ну, я завтра уже улетаю. Я сегодня специально вот именно приехала в Якутск, чтобы как раз-таки отметить тоже со своими коллегами корпоратив 23 февраля и 8 марта мы совмещенно делаем. И завтра утром, рано утром я уже улетаю в Москву. Поэтому рада буду видеть вас, а также всех наших земляков в Москве. Я всегда рада пообщаться со своими родными людьми и помочь, конечно, это неприятно своим землякам. Большое спасибо, Марина. Спасибо большое, Марина. Таким образом, мы пришли к выводу, да, что жить в Москве оказалось не так страшно и не так дорого. Все вполне реально, так что исполняйте мечты. Тем более, у большинства людей, да, есть мечта, например, да, переехать в Москву. Если у вас есть желание, то это просто надо делать. Не надо ждать, когда там вы накопите деньги на что-то. И просто надо взять и на шаг вперед стать ближе к своей мечте, обратившись к нам. Хорошо. Спасибо большое, Марина, что пришла. Еще раз с праздником 8 марта. Спасибо. Своим видом украсила наш эфир. До новых встреч. Спасибо. До свидания. У нас в гостях была Марина, девушка-предприниматель, да. В начале передачи вы сказали, что у нас сегодня будут самые разные гости. И как ты думаешь, кто сейчас к нам придет? Может, мастер по маникюру? Да, в продолжении темы, да. Да, в продолжении темы. А к нам сейчас придет мама, да. Ее зовут Вера Строева. И почему мы ее сегодня пригласили, да, потому что вот отпуск по ходу за ребенком, это такое время, да, когда... Я помню это время. Да, когда женщина остается одна со своими вот именно идеями, со своими мыслями. И давай у нее сейчас узнаем, чем же можно занять, да, себя во время декретного отпуска и какие таланты в себе можно раскрыть. Вера, здравствуй. Здравствуйте, Вера. С наступающим праздником тебя. С наступающим. Ну вот, давай по нашей теме, да. Вот у тебя есть сын. Да. Как его зовут? Сколько ему лет? Моему сыну два года восемь месяцев. Его зовут Дементий. Он еще очень маленький, еще не ходит в детский сад. 24 часа в сутки он со мной. Вот так. А, как классно. И до скольки лет вот вы планируете? Я планирую его отдать в сад в три года. В три года. А как его появление повлияло вот на твою обычную жизнь? Смотрите, появление сына, конечно же, полностью перечеркнуло мое представление о семье, о материнстве. Потому что появление нового человека, это в первую очередь огромная ответственность. Нужно подойти очень серьезно к воспитанию сына. И у меня было достаточно времени для того, чтобы подготовиться к этому, да. Я очень много литературы об этом читала. Благо, у меня есть помощники, родители мужа, мои родители. И вот смотря на то, как они воспитывали нас, воспитывали своего сына, моего мужа, да. У меня уже были такие представления о хорошей семье, да, скажем так. Тем более, у меня есть два старших брата. И как родители мои воспитывали своих сыновей. То есть я как-то это все немножко так проецирую на себя. И, в общем, для меня скорее было, скажем так, более комфортнее, когда у меня появился сын, нежели дочь. Потому что у меня нет сестер. Да, я единственная дочь. Вот, и в этом плане мне было как бы проще. Да, хотите я расскажу, как у меня было? Унамой стала в 21 год. И, естественно, у меня даже представления не было, что такое материнство. И я вот, знаете, представляла, что она у меня родится. И как бы, ну, я не знаю, что жизнь будет такой же. Да, я думала, так же я буду учиться, активно принимать части в мероприятиях, например. Да, что друзья, там, да, все будет так же. Но, ну, резко я поняла, что это, ну, не так. Да, и вот именно время, проведенное в декрете, когда ты резко из активной жизни переходишь, вот, ну, грубо говоря, четыре стены, да, это, конечно, немножко в первое время человек как-то, ну, как-то, знаете, вот, ожидание и реальность, да. И вот расскажи, вот чем ты начала заниматься? Смотрите, вместе с заботами о появлении малыша у меня появилось достаточно свободного времени и желание вот куда-то выплеснуть свою нестраченную творческую энергию в какое-нибудь, через какое-нибудь ремесло. В моем случае далеко ходить не пришлось, потому что у меня на тот момент уже имелась швейная машинка, но все мои умения и навыки можно назвать одним словом, скорее, это баловство, да, потому что у меня нет даже около швейного образования. Я все делала на каком-то голом энтузиазме и по наитию, то есть просто брала кусок ткани, резала, как мне нравится, шила, и на самом деле это была огромная моя ошибка, потому что я потратила очень много времени, ресурсов, ткани зарасходовала, и вот так делать не надо. Со временем я поняла, что нужно к этому подойти более ответственно. Я начала подписываться на швейные блоги, смотреть онлайн мастер-классы. Когда я уже почувствовала какой-то вкус победы, я начала покупать платные курсы и мастер-классы. И сейчас уже с высоты сегодняшнего опыта могу сказать, что я могу создать, скажем, практически любой предмет гардероба, начиная от нижнего белья, заканчивая до верхней одежды. Научившись, это он просто сидя дома. И сколько времени тебе понадобилось, чтобы от нуля до вот такого уровня? Ну, смотрите, мое увлечение шитьем на самом деле имеет достаточно долгую историю. Как и многие люди, которые увлекаются шитьем, это идет из детства. Когда я была маленькая, у меня в семье никто этим не занимается, нет творческих людей, не занимаются шитьем. Но у нас была такая старенькая расписная ручная машинка по типу Подольск, наверное, тогда у многих она была. И я просто брала старые какие-то вещи, которые моя бабушка и мама привозили из других советских республик и просто это все портило. Я получала за это, конечно, нагоняй. И, в общем, вот у меня интерес появился с детства. После окончания школы я об этом благополучно забыла. И когда уже вот пришел такой осознанный возраст, декретный отпуск, у меня появилось время свободное, я поняла, что вот мне хочется как-то вот чем-то заняться. Ну вот ты так много рассказала. Давай посмотрим уже. Мне уже не терпится посмотреть, что же ты себе шила. Давай. Давайте. Так, здесь у нас вот такая стоечка. Это все ты шила сама. Да. Так, вот я сегодня в красном, и в мой взгляд сразу пал на красное платье. Вот тут сзади другое платьишко есть. Вот. А, ну вот с этой стороны, да? А где ты вот вдохновение берешь? Смотрите, на самом деле, поскольку у меня нет конструкторского образования, то есть я не могу с нуля конструировать, моделировать вещи. Потому что для этого люди учатся в университетах, для этого нужна многолетняя практика. В основном я беру готовые выкройки в интернете, где-то могу что-то переделать, немножко смоделировать. И вот смотрю какие-то современные тренды, наблюдаю за показами мод, всем этим вдохновляюсь, и как результат рождается в голове какое-нибудь изделие, и глаза боятся, а руки делают. А вот этот пиджак вы сами сшили? Это, да, это мой самый первый пиджак, который я сшила сама. Ух ты! Я бы никогда не подумала, что это все-то свое. А ты можешь его надеть на себя? Ну, давайте посмотрим. Ну, тут с платьем оно, конечно, не очень будет, наверное, сочетаться. В общем, оно супер-классно. Да, здорово. И получается, вот это вот платье тоже, да? Да, на самом деле, смотрите, есть огромные плюсы в том, что ты сам создаешь себе гардероб. В силу каких-то, скажем, географических причин, да, мы, люди, которые живут в Якутске или в других удаленных регионах, мы не можем позволить себе приобрести вещи, которые представлены, скажем, каких-то топовых брендов. У нас их просто не продают. И есть возможность, скажем так, мягко говоря, скопировать эти вещи. Так, далее продолжим после рекламы, далее короткий перерыв. Здравствуйте, дорогие телезрители. С вами передача «Город женщин». И сегодня у нас праздничный эфир. И сейчас у нас в гостях мамочка Вера Строева. И она нам сейчас расскажет, чем же она еще увлекается, кроме шитья. В общем, я как человек, который с детства очень любит читать, и посвящающий этому делу львиную долю своего свободного времени, очень люблю читать книги. С некоторых пор я перешла на электронные книги, потому что с появлением маленького ребенка достаточно сложно выкроить время, чтобы читать бумажные книги, особенно если ты делаешь это по ночам. Вот. И я сделала небольшую подборку книг, который станет отличным подспорьем для мам, для женщин в целом. Эти книги не самые растиражированные, но очень важные и интересные в своей тематике. Например, первая книга, которую я бы хотела вам настоятельно посоветовать, порекомендовать, почитать, это из категории художественной литературы. Она называется «Сломленная» Симона де Бавуар. Это книга о том, каково это упасть на дно с педестала идеальной жены, о том, что нельзя жить иллюзиями, стараясь быть идеальной женой идеального мужа, и о том, насколько самореализация и саморазвитие на самом деле важно для женщины. Потому что проблема, я бы даже сказала, трагедия многих современных женщин, мам, в том, что они полностью растворяются и посвящают себя детям и мужу. При этом они забывают о себе. И это на самом деле, мне кажется, проблема. Эта книга будет актуальна как через 10 лет, так и через 20 лет. Это такое маленькое настольное пособие для личного самоанализа. Это вот как книга-зеркало, на которую ты не читаешь, а на которую ты смотришь. И многое, читая в этом книге, ты видишь себя. А где ты их находишь? Как именно молодой мамочке подобрать нужную для себя кературу? Смотрите, я читаю книги в электронных приложениях. И, как правило, там очень часто выходят подборки, рекомендации на основе, скажем так, ваших предпочтений. Я читаю книжные форумы, подписана на некоторых блогеров книжных. И так или иначе, где-нибудь я встречаю рекомендации. Я на самом деле читаю книги очень разного жанра. Начиная от книг по воспитанию, заканчивая, я не знаю, нон-фикшн. Хорошо, Вера. Большое вам спасибо. Я думаю, наверняка ты вдохновила. Да, большинство наших телезрителей и все вот молодые мамочки также захотят найти свое хобби и, конечно, развиваться, читать книги и становиться лучше. Спасибо вам. А следующая наша гостья – якутянка, которая живет в Токио, Вида Ефремова. Вы ее знаете, она к нам не раз приходила к гостям. Вида, здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте, Саргалат. Поздравляем вас с праздником. Я тоже хочу поздравить всех телезрителей, всех наших женщин, нашей республики с предстоящим женским праздником. Да. Ну, рассказывай, какие у тебя новости. И давайте вот пойдем вот сюда. Я приехала в гости к себе домой. Буду здесь всего совсем-совсем немного. И хочется успеть максимально сделать очень много интересных вещей, полезных, в том числе и визит на вашу передачу. И хочу сказать, что ровно год назад я в первый раз снялась здесь. И это прям для меня символическое событие. Да, я помню этот эфир. Вот. Как вы уже сказали, я с своей семьей живем в Японии, в Токио. Вот. Хотелось бы сегодня рассказать о своей небольшой деятельности предпринимательской. Начну, наверное, с экологии. Экология и японцы. Все знают, что японцы очень бережный народ. Они очень бережно относятся к своей культуре, к нации, к своей стране. И бытовая химия, мне кажется, японская самая-самая экологичная в мире. И именно поэтому я захотела своих земляков познакомить с японской качественной продукцией. Именно поэтому мой выбор пал на бытовую химию. Давайте сделаем небольшой обзор, что будет, что есть у нас в нашем маркете. В первую очередь хочу выделить ионные зубные щетки. Чтобы это не выглядело как магазин на диване, я вам так расскажу. В общем, это щетка, которой я сама пользуюсь, и моя семья пользуется уже многие годы. И я не могу до сих пор ей найти замену. Вся фишка, вся прелесть в ионных токах. Они прямо вот отсюда поднимаются вот сюда. Для того, чтобы произвести, начать пользоваться, нужно палец приложить к этой пластине. Тогда пойдет ток и налет отбеливает. Она, получается, на батарейках работает? Батарейка есть. Она срок годности батарейки 2 года. Нажимать на кнопку не стоит, это просто проверка. Вот, давайте еще. А с какого возраста можно пользоваться? И с детской. Ну, с 3 лет, там, с детской это взрослые. Это взрослые. Японцы очень, такие эстеты, они любят запахи, вкусные запахи. Для них запах это все. Именно поэтому, ну, обязательным условием того, что мы привозим, это спрей для одежды. Спрей для одежды, он не только придает, освежает одежду, но также он еще и антибактериальный. К примеру, японцы носят каждый день костюмы, а костюмы, они дорогие, их каждый раз в химчистку нельзя сдавать. То же самое, как пальто, кашемировое. Но для того, чтобы их носить в свежем виде, японцы пользуются вот подобным спреймом. То есть они идут на работу, приходят вечером домой, обрабатывают одежду. Обрабатывают, вешают, с утра одевают, это уже свежая новая одежда. То же самое касается пиджаков. Они, японцы, любят посиделки, там, где гарит, там, где дым, жарят, парят, и там же все впитывается. И благодаря вот таким вот спреям на следующий день их одежда верхняя становится классной. Мне кажется, нам будет очень актуально, потому что бывает зайдешь куда-нибудь в столовую, да, и вся одежда пахнет капустой или пирожками. Или пирожками, да. Я всегда пирожками пахла давно, сейчас нет. Также есть карманный вариант, это суперспрей, он разглаживает еще складки. Ага, у меня такой есть. Да, то есть вы целый день сидите на работе, у вас одежда все равно в любом случае немножко мнется, побрызгали, посидели, и одежда разгладилась, и плюс еще и антибактериальные. А рассказать, как я его использую? Вот, допустим, муж уезжает в командировку, или ты собираешься в командировку, мы все равно же складываем одежду в чемодан, и потом можно побрызгать, повесить, и уже проблем таких нет, да, то, что нужно их гладить. Вот, вот, запах после того, как, после перелетов, да, бывает, остается. Еще один из фаворитов, это ароматизаторы для дома. Какая бы у вас ни была квартира, какой бы шикарный ни был ремонт в вашей квартире, запах это то, что создает атмосферу. И поэтому, нет, запах пирожков дома я тоже люблю, но мне очень бывает приятно, заходишь домой к кому-то, и такой тонкий-тонкий и классный аромат сразу создает совсем другое впечатление. Японцы любят ароматизатор ставить везде. К примеру, может быть такая маленькая забегаловка с маленьким таким, так как, уборной, с маленькой туалетной комнатой. Там цветок простенько, такой кафель простенький. Ну, я захожу, и там так классно пахнет, и это все, вот, все, что вот вокруг, например, простой унитаз, простые кафель, это все сглаживается только из-за аромата, и там пахнет персиками, к примеру. Поэтому, мне кажется, запах это, на самом деле, важная вещь, важный аксессуар для дома. Да, а вот смотри, а, допустим, не будет такого, что может начаться аллергия, например? Насчет аллергии запах не такой резкий, он всегда какой-то тонкой воли, то есть он не резкий, и там нет спирта какого-то, поэтому я думаю, что аллергии не должно быть ни у кого. Тем более японцы по этому поводу уже, наверное, заранее позаботились. Мой любимейший набор, это маска Сабо Рино, их называют утренними со-спасателями. Время действия маски 60 секунд. Как вы знаете, японцы не имеют в утреннее время большим количеством свободного времени, и японки накладывают просто вот такую вот маску утром 60 секунд, и эффект того, что от маски бодрит, будет, и убирает мешки, и все, что у вас было. Классная упаковка, как будто салфетки, да? Да. Но там внутри такие масочки. Это как салфетка, и они, смотрите, как они, их можно вынимать, и они уже, вот, знаете, фух, и маска готова. Если бы не макияж, я бы сейчас себе тоже так положила на лицо. Такой легкий освежающий запах. И они совсем, видите, не на все лицо такие скромные. А, да, прям очень-очень свежо. Свежесть. Утреннее свежесть. Мешки, всякие следы под подушки. То есть можно сразу проснуться, умыться водой, наложить маску, и ты готова. Японки держат эту маску у кровати. Они просыпаются, накладывают, 60 секунд лежат и проснулись. Их верюха классно. Также есть у нас пятна выводителей. Это манжет, воротник, вот такие жирные пятна. Прям идеально отмывает. А здесь следов еды, крови, ну, мало ли, детские пятна. Это вот все самое. И пена для рук, она тоже очень-очень классная. Смотрите, это пена для рук. Вот такую пенку делает. Это мыло для рук. И просто она так, это да? Да, и все. А смывать не надо? Смывать надо. Ага, смывать надо. Хорошо. Веда, расскажите, а как вы вообще пришли к предпринимательству? Предпринимательство. Насколько я помню, вы раньше, ну, как блогером были, да? Сейчас такое время, что предприниматели стали более осознанные. Если, например, лет 20-30 назад предпринимательская деятельность была, потому что, ну, по-другому никак. И привозили, продавали все. А сейчас предпринимательская, у нас больше возможностей, больше информации. И хочется, на самом деле, по-настоящему качественные товары привозить. Они вот как, ну, что есть, то и продаем. Сейчас маркетинг совсем другой, клиенты совсем другие. Хочется с ними быть не как я продавец, ты покупай. Нет. Хочется быть другом, советчиком. Ну, мне кажется, это просто очень хороший подход, да, именно? Да. И у нас, например, не совсем избалованные, ну, как, люди, да. И когда предлагаешь небольшое внимание, совсем другая отдача. Потому что я люблю каждого человека, с которым я общаюсь, с которым я имею хоть какое-то дело. Вида, смотрите, у нас передача посвящена Международному женскому дню, да? Расскажите, а как вы будете праздновать 8 марта? 8 марта, конечно, хочется с семьей. Я для этого и приехала. Хочется посидеть в самой простой домашней обстановке, чтобы там два салата, что-то, что-то, и просто сидеть. Там даже не надо разговаривать нам, на самом деле, просто достаточно того, что, да, посидеть и, да. Ну, давай, ты можешь сейчас поздравить наших телезрительниц с наступающим праздником. Я могу на якутском? Можно? Я могу на якутском. Большое спасибо, Вида. Всего большого, Вида. Успехов тебе. А далее у нас будет совсем короткая реклама. Здравствуйте, дорогие телезрители. С вами передача «Город женщин». А перед тем, как пригласить наших следующих гостей, я вам хочу рассказать о предстоящем очень интересном мероприятии. Детский ютуб-фестиваль «Чохон» состоится на площадке музейного комплекса «Россия. Моя история» в столице республики 29 марта. В программу мероприятия вошли конкурс для творческих ансамблей для участников до 7 лет, конкурс на создание мультипликаций для детей от 7 до 12 лет и конкурс на создание символа ютуб-канала «Чохон» для подростков от 12 до 16 лет. Победители конкурсов получат дипломы и ценные призы. Заявки на участие принимаются на электронную почту chohonsobacamail.ru. Организаторами фестиваля являются детский ютуб-канал «Чохон» и НВК «Саха». Фестиваль будет транслироваться в прямом эфире на ютуб-канале «Чохон». А сейчас нас ждет огромная порция вдохновения от наших героинь, самых женственных и прекрасных. Я хочу пригласить в студию Полину Ноеву, руководителя студии «Кросты и женственности» Ситэ Кэрэ и ее учениц Светлана Новгородова и Надежду Алексееву. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником. С самым светлым, солнечным праздником вас. Да, это точно. Ну, расскажите о своей студии. Это студия у Ситэ Кэрэ с таким красивым названием Ситэ Кэрэ. Это совершенно я, как бы по-русски переводить. Я задумала, потому что имеете в виду, я всю творческую жизнь работаю с девочками, с девушками. Я потом решила сама, переходив на рубеж золотого возраста, вдруг захотела какую-то вот собрать. Ну, пока центр, ну, общее название центр, но при центре студия называется, как Ситэ Кэрэ, где я пригласила, это было в марте, значит, год исполняется, да, скоро. Ну, как мы еще маленькие, но все равно как-то уже начали свою работу и так далее. Светлана Васильевна у нас с первого набора, она мартовская, Надежда у нас майская, так что, в принципе, имеется 60 плюс и 55 плюс получается. И, в принципе, всегда говорится тебе, что вот, а можно ли быть женщиной красивой в свой плюсовый возраст, да, я думаю, что всегда можно, потому что как-то это красота, это умонастроение, правда ведь, как-то имеется и дуженственность, умонастроение и навыки. Вот так вот. Вот, Светлана, мне хочется знать, да, вот многие живут в привычном режиме, там, дома, работа, да, вот такие бытовые дела. А вот почему вы решили начать посещать студию? Так, у меня трое дочерей, и я всю жизнь хочу остаться для них примером, чтобы они радовались, одержали примеры. Обыденной жизни этого уже нет, работа, дом, да, а тут я пришла в студию, чтобы именно заняться своей грацией, женственно, чтобы у меня было. И мы вот в студии занимаемся именно не только вот пластикой, да, и все, и читаем стихи, и песни даже поймем, и рисовать, мы мастер-классы посвящаем. Все это, и думаю, будут мои девочки гордиться мной. А Надежда, а вы? У меня, наоборот, одни мальчики выросли, поэтому как-то появилось у меня свободное время, и я решила посвятить это саму себе, наконец-то, как бы, да. Здорово. Полина Леонидовична, а чем вы там занимаетесь? Вот это вот как, ну вот у детей есть кружки, а как вы занимаетесь? Каждую неделю или, может, какие-то мероприятия у вас проводятся? Конечно, вот занятия должны быть стабильными, поэтому у нас по расписанию два раза в неделю, а потом уже, исходя из приглашений и так далее, у нас какие-то выходы. Вот недавно мы участвовали на пятом фестивале танца и моды, называется, да, в рамках девятого международного фольклорного фестиваля. Северная Радуга проводила и так далее, в принципе, мы там первый раз победили, это был первый наш выход, мы специально готовили, специально готовили постановку из их Тюсюльге. И вот расскажите, как вы готовились тогда, как бы все было. Наверное, вот, ну, вы не артистки, например, да? Нет, конечно, далеки от этого. А вот просто расскажите, как вот начать, и что вы чувствовали при этом? Волнение, конечно, да, но мы думали, мы должны сделать, мы занимались, у Полины Леонидовичны очень интенсивно занимаемся, мы репетиции у нас проходили перед выступлением, мы должны, решили мы женщины такие возрастные, мы должны достойно выступить, и мы думаем, поэтому и у нас получилось. Хотя это был первый такой большой выход. Ну, казалось бы, да, это же наша традиционная, как бы, традиционные же праздники, да, и каждый наряд готовит, там, утварь и так далее, сережки свои готовят. Например, оладьи, там, и так, умыс, все, как бы, это, но с другой стороны, а как вести себя там, чтобы красиво было, ну, когда другие, которые, зрители, когда говорили, типа, потому что вот, вот так, как они себя ведут, как здорово, потому что мы, у нас коллекция была, значит, женских костюмов начала 19-го века, интеллигенции, получается. В жабо, в шляпах, в перчатках, и, соответственно, не просто так, как бы, обычно в холодае мы просто же ходим, потому что удобно же ведь в холодае ходить, правда, без каблуков, к этим, сапожках и так далее, но с другой стороны, когда вот в жабо, это же требует чего-то других телодвижения, правда ведь? Ну, мне кажется, человек сам даже как-то же, если он уже на каблуки надеет, он уже себя чувствует, да? Да, 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 да. Зонт, да, и зонтик. А вот у вас очень красивая одежда, да? Да. Это вы все сами сделали или вы замазываете? Вот, давайте бы сейчас посмотрим, а потом уже я расскажу и так далее, хорошо? Давайте, да. Ну, кто у нас, Надежда, Светлана, Светлана. Вот на Светлане сейчас вот, встаньте, пожалуйста, вот. Все вы знаете всемирно нашу любимую Альбину Дегтярёву, виртуоза хомусиста и вот из ее синических костюмов вариант. Мне хочется про нас вот так вот, вот так вот на сцену. И вот, конечно, неполный образ, так как, в принципе, она любезно согласилась, как бы, сегодня нам как-то этот костюм свой, и вот все равно костюм влияет на поведение женщины, тогда и правда, в зависимости от, как бы... Ну, прям, как хорошо держится, да, Светлана, вот прям чувствуется, да? А что это за материал такой красивый? Не могу сказать, не могу сказать. Вот, все знают, вот Альбину как виртуоза хомусиста, а вот она своими золотыми ручками все это зашивает и так далее, и все их костюмы. А Ярхан, вот она ее стилистика, моделирование, решить ее даже может быть. Представляете, вот так вот. Вот, Надежда у нас. Надежда у нас костюм от Анжелики, как все, Бог оставил сейчас, как в тренде. Очень, очень красиво. Да, давайте мы у вас тоже... Да, подбелаем. Покажитесь, покажитесь, очень красиво. Да, это стиль Бога, да? Да. А как вам кажется, что олицетворяет вот этот вот стиль? Это, получается, свобода. Свобода, это как бы иметь в виду, если ты свободен, тогда это значит, как бы, это уже на каком-то другом этапе. Всегда у нас какие-то зажимы, воспитание всегда как бы, в квадрате воспитанным. А с другой стороны, когда имеете в виду, всегда же все вот из золотых рученик получаете, потому что в сочетании, это уже тонкий вкус и так далее. В принципе, когда вот человек свободен и так далее, в выборе одежды, в выборе тканей, в выборе аксессуаров, и у него вкус, и тогда, когда все сочетается, это нечто такое произведение искусства происходит. Правда ведь тогда? И, в принципе, в таком, кто мог подумать, что 55 можно вот так вот ходить? А Надежда-то нашел как бы... Смотрится нормально же, вы не скажете, потому что, ой, что-то вырядилось, или там что-то такое. Светлана вообще как бы просто прелесть, я обожаю Светлану. И вот, на счет занятий и так далее, в принципе, всегда обычно у нас фитнес. Это должны все равно, осанка на какие-то свои эти... На осанку, на стапу, все равно же как-то так на... Да. Чтобы ходить на каблуках, вот, да. Физическое упражнение нужно обязательно, надо и так далее. Да, сзади. Йога. Надежда, вот расскажите, пожалуйста, как вы изменились, ну, когда начали посещать студию? Ну, по жизни я очень робкий человек, я очень стеснительный. И вот это вот занятие мне дали уверенность в себе. Ну, я пришла из-за этого. Ну, ощущения очень прекрасные, конечно. А кто вы по профессии? Ой, у меня самая такая профессия, я бухгалтер. Бухгалтер, да. А сколько вообще женщин посещает, получается, ваш центр? У меня никогда не бывает много народу, это не масс-маркет, как всегда говорю, между девочками. Потому что, типа того, чтобы до каждого достучаться, как говорится, все равно нужно как-то и время, и ресурс свои и так далее, когда очень много народу, вот как-то это... Ну, это просто халтурная работа. А мне не хочется как-то халтурной работы, чтобы каждая получила от меня какую-то энергию, ну, какой-то и так далее, созидание, что ли, чтобы улучшиться. Лучшая версия себя, как сейчас, да, говоришь, лучшая версия себя. А вот мне хочется вас узнать, да, что такое женственность? Вот много споров, да, что такое женственность. А как вы считаете, что это такое? Это просто в двух словах. Это умонастроение внутреннее, тогда и навыки, и все. Смотрите, вот так. Устроение, навыки, да. А вы как считаете, Светлана? Все равно для этого надо работать над собой. Да, над собой надо работать. Чтобы со стороны почувствовали, что вот идет женственная, такая грациозная женщина, без возраста. У нас нет возраста, нет параметров, нет. Только позитив, только как-то вот в этом ключе мы себя как настраиваем и так далее, чтобы как-то дальше еще лучше жить. А я вот сейчас думаю, да, нас сейчас смотрят наши телезрительницы, и наверняка им тоже хочется, да, к вам присоединиться. Мы именно этого и хотим. У вас, ну вот, в любое время к вам можно присоединиться, да? Ну, в принципе-то приходили многие, много приходило. И, скажем так, допустим, у нас очень интенсивные же занятия. Не каждый согласен, допустим, стихи читать. Есть некоторые, которые не люблю и не хочу, и никак как бы это в этом плане. Бывает, что сложно как-то физическое упражнение делать и так далее. Они всегда приходили как-то полненькие и так далее. Но всегда как-то это. И потом, где я и где вы и так далее. Где мы, то мы знаем, где мы. И когда-то все не соответствует и так далее. Но я всегда говорю тебе, потому что нужно все-таки любить себя. Правда? Любить себя, как-то холить. Это не означает, потому что на какие-то эти, что-то делать с собой и так далее. Чисто медицинское, хирургическое и так далее. Но просто как-то это самое... Почему, говорите, параметров нет? Потому что в любом, как бы, иметь в виду, нажили, ну что делать-то и так далее. А давайте вот сейчас, в преддверии 8 марта, да, вы поздравите наших телезрительниц. И какие советы вы можете иметь? Ну, только могу сказать, что любить себя. Правда ведь? Всякими здоровыми искусственняшками, физическими упражнениями. И что всегда как-то так... Мы же должны как-то так себя настраивать на лучшее. Правда ведь? Поэтому, милые женщины, хочу обратиться. Желаю вам весеннего, солнечного настроения, заботы, понимания. Ой, подарков. Подарков. Да, подарков от ваших любимых. Значит, что еще? Большое спасибо. Мы присоединяемся ко всем вашим словам. И поздравляем вас с наступающим международным женским днем. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова